Многострадальная Балаклея постепенно начинает оживать. Сегодня возобновила работу местная железнодорожная станция, а военные разрешили эвакуированным жителям окрестных сёл и окраин Балаклея вернуться домой. Обо всём подробнее. Станислав Кухарчук. Окраина Балаклея сейчас больше напоминает передовую. Району посёлка Нефтяников, похоже, досталось больше всего. Склад от этой улицы всего в километре и в прямой видимости. Сегодня с утра сюда наконец добрались коммунальщики. Пока помогают жителям разбирать завалы. Говорят, одиночные разрывы на сгоревшей базе их уже не страшат. Когда дом трясся и кровать тряслась, это было страшнее. Вы чуете, я буду срывать. На окраины Балаклея начали возвращаться жители. Семья Марины во время взрывов эвакуировалась в соседнее село. Там и ночуют. Днём приезжают восстанавливать квартиру. Надеются, что власти их в беде не оставят. Обещают окна вставить. Мы звонили, уже записались. Сказали, какие у нас повреждения в квартире есть. Ожидаем помощь. Наиболее ощутима сейчас помощь волонтёров. Организация, которую представляет Антон, дежурит в городе с первого дня пожара. Пострадавшим помогают, чем могут. Рабочими руками стройматериалами. Плёнки для окон, которую выделили власти, катастрофически не хватает. Первые двое суток сюда не приезжали ни МЧСники, и даже не приезжала милиция. Сейчас здесь больше всего люди нуждаются в клеёнке и в чопиках. Вы посмотрите, здесь у всех нет стекол. И люди спят в холодных продуваемых квартирах. Для местных жителей волонтёры на территории детсада даже развернули полевую кухню. Любовь Степановна вернулась в город ещё вчера. Говорит, волонтёрские каши и чай очень выручают. Приготовить еду дома у большинства жителей просто нет возможности. Спрашиваем кашу. Вчера была очень вкусная каша. И сегодня пришли на обед. Нема газа, нема света. Магазин ещё мало работает. Многие жители жалуются. Официальные пункты помощи власти развернули в центре города. Добраться туда с окраин крайне сложно. Привозят в центр. В центр города, в котором максимум у кого-то стекло вылетело. Вчера целый день раздавали. И сегодня везут туда в центр. Но сюда не везут ничего. Почему так? Времени на комментарии у главы районной администрации для нас не нашлось. Мол, весь в работе. Но мимоходом заверил, ситуацию с гуманитарной помощью уже уладили. Уже на местах вы проедете и подивите. Уже на местах там працюете. Сейчас все усилия брошены на восстановление коммуникаций. В некоторых окрестных сёлах свет уже есть. До завтра его обещают подать и в Балаклею. А вот газоснабжение смогут восстановить только к концу месяца. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Продолжение следует...